Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Рухлоподать. Мы сегодня находимся в Москве. Приехали с утра из Питера. И у нас целый день здесь, чтобы погулять. Поэтому приехали на ВДНК. В этом году ВДНК исполняется 80 лет. Точнее, уже исполнилось 1 августа. Был большой праздник. Как всегда, отошли два шага. И уже охота есть. Первое, что попросили у главного входа. Видите, есть. Берем пончики. Пончики по 69 рублей. Те самые. Вот мы в Питере были в Пышечной. Что, я еще и сходу? Там Пышки вкуснее, чем в ДНК пончики. Да, Алеш? Да. Алик вообще отказался от Плюшки. Все, все поели, посетили все места, которые хотели до основного мероприятия. Давайте теперь прогуляемся по ВДНК. Посмотрим, как здесь красиво. Если кто-нибудь задаст мне вопрос, куда отправиться туристов в Москве, то я без раздумий назову ВДНХ. А мой взгляд, это лучшее место для однакомства со столицей. Нет, есть, конечно, и Арбат, и Красная площадь, и мы, и многие туристы без сомнения в этих местах были. И об этом у нас тоже есть выпуски. Смотрите их по ссылкам в описании. Но именно на ВДНХ можно одновременно и отдохнуть от людей, и находиться среди толпы. Огромная территория позволяет оба виду отдыха. Гигантская триумфальная арка главного входа была возведена в 1954 году. Высота арки достигает 25 метров. В центре арки наверху установлена скульптура тракториста-колхозница. На подготовку к посещению ушло 32 минуты. А мы до сих пор около ворот. Ну что вы так все сделали? Сразу за главным входом открывается площадь, которая когда-то называлась площадью администрации. Здесь находятся 14 фонтанов. На эту площадь выходит главный павильон ВДНХ. Гигантское величественное здание в стиле сталинского ампира. Высота его 90 метров. 35-метровый золоченый шпиль венчат золотой звездой героя социалистического труда размером 3,5 метров. Площадь дружбы народов или площадь колхозов, как она называлась до Великой Отечественной войны, своими размерами превышает Красную площадь в центре Москвы. А вот мы с вами подошли к фонтану дружбы народов. Кто из нас не бродил вокруг фонтана, пытаясь понять, где какая девушка? Так вот, девушка с косой вокруг головы – это Россия. Право и слева от нее – Белоруссия и Украина. Девушек не 15, а 16. Так как во время строительства павильона и фонтана республик был действительно 16, включая Карелу и Финскую республику. В 1956 году она вышла из состава СССР. Но на фонтане она осталась – это девушка с елочкой. Брать ее нельзя, вся конструкция фонтана была бы неработоспособной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А вот и еще один масштабный фонтан ВДНХ – каменный цветок. После недавнего ремонта этот фонтан произвел на нас колоссальное впечатление. Ощущение, что он весь сделан из драгоценных камней, так и сверкает на солнце. Идея создания этого фонтана была навеяна сказкой Божова «Каменный цветок». По периметру расставлены столы с явством. Видов угощения насчитывается четыре. Надо также отметить, что это первый в мире светомузыкальный фонтан. Можно представить, как удивлялись колхозники всей страны в 1954 году. Сейчас мы с вами видим павильон, который ранее был павильоном машиностроения. В 1956 году павильон был перестроен. А в 1969 году в нем была открыта космическая экспозиция. Павильон стал называться «Космос». Там можно было увидеть космическую еду, одежду космонавтов со следами космической пыли, модели спутников, орбитальных станций. Тогда же, в 1969 году, на площади перед павильоном установили ракету «Космический корабль «Восток», аналог которого вынес на орбиту Юрия Гагарина. В самом павильоне мы с вами побываем в следующем выпуске. Не пропустите! Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что совершили с нами эту прогулку. Досмотрели этот выпуск до конца. Мы уезжаем из Москвы домой. Шлем вам горячий привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам много лайков. Пишите нам комментарии. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»